Доброе утро! Продолжаем биполярный транзистор. Сегодня поговорим о выводе аналитических выражений, которые описывает транзистор. И подойдем к вольтамперным характеристикам. Итак, пространственное распределение неосновных носителей заряда в биполярном транзисторе. Физический вывод аналитических выражений и токов транзистора основан фактически на аналогичном подходе к отдельным переходам. Вот можно представить биполярный транзистор как два последовательно соединенных диода навстречу включенных друг другу. Ну и источник питания. Сюда плюс, включим сюда минус. Соответственно, у нас получается первый диод смещен в прямом направлении, второй диод в обратном направлении. Они включены навстречу друг другу. Каким образом у них распределены неосновные носители заряда в ОПЗ? Ну, схематично изобразим эти ОПЗ. Вот это у нас направление вдоль диодов. Их трехами изобразим равновесное распределение неосновных носителей заряда в отсутствии каких-либо напряжений или короткого замыкания. Вот. Ну, как в диоде распределены неосновные носители? Пусть здесь у нас ПНП, да? Значит, тогда здесь у нас будет вот как-то так выглядеть. Здесь распределение дырок, ну, вот как-то так. Значит, распределение дырок вблизи коллекторного перехода, как-то так. Так, распределение электронов в коллекторе, ну, вот, как в диоде. То есть, каждый отдельный переход, они у нас далеко друг от друга. Представьте себе, что это просто два последовательно соединенных диода. То есть, база толстая. Что значит толстая? Это значит, ширина базы много больше диффузионной длины дырок в базе. Угу. Ну, то есть, мы видим стандартную картинку распределения неосновных носителей заряда в каждом ПМ-переходе. Значит, это у нас электроны, электроны в П-области коллектора. Н коллектора, я их обозначу, это Н эмиттера. Так, здесь Н нулевое эмиттера, равновесное значение здесь, Н нулевое коллектора. Ну, стандартную картину видим. Теперь будем уменьшать базу, то есть, приближаться к реальному транзистору. Ну, получится. Сближаем, сближаем, сближаем. Так, чтобы у нас толщина базы была узкая, как в транзисторе. Узкая – это когда толщина базы много меньше диффузионной длины дырок в базе. Так, как будет выглядеть, как изменится картинка? Очевидно, что в областях, в областях, то есть, в эмиттере и в коллекторе, картинка не должна измениться. Так, а вот в области базы, поскольку мы ее сужаем, сужаем, сужаем и качественно меняем ситуацию, то есть, из ситуации, когда база много больше диффузионной длины, приходим к ситуации, когда база много меньше диффузионной длины, картинка, очевидно, изменится. Как изменится? Вот это у нас экспоненциальные зависимости. Здесь у нас касательное к кировое распределение выглядит как-то так. Здесь аналогично. Значит, разлагая экспоненту вот эту и вот эту в ряд и ограничиваясь только линейным членом, а это справедливо, как раз когда мы находимся в начале к кировой, то есть, при малых х, при малых отклонениях от точки начала к кировой, вот как раз в этих точках вот эти вот касательные будут. То есть, кировая будет выглядеть как прямая вот в месте начала этой к кировой. Поэтому, когда мы их сдвинем близко-близко, у нас вот эти вот касательные совпадут, и картинка будет выглядеть следующим образом. Значит, вот я ее воспроизведу, но уже как бы с учетом изменений. с учетом изменений. Значит, равновесное значение. Вот. И как-то вот будет выглядеть так, да? Вот, вот, вот так. По-прежнему так. А здесь будет выглядеть как линейная зависимость. Значит, 0. Полшина базы. И полшина базы много меньше диквизионной длины. Вот распределение неосновных носителей заряда в биполярном, в реальном биполярном транзисторе. Значит, схематично транзистор изображает, я уже в прошлый раз говорил, повторюсь, как раз уместно здесь напомнить. Вот, выглядит вот, вот так эта схемка. Прямо смещенный эмиттерный переход и обратно смещенный коллекторный переход. Стрелка изображается эмиттер направлении стрелки к базе. Это транзистор ПНП от базы наоборот НПН. Так. Каковы значения значения концентрации вот в этих самых точках в интересных, да? То есть, вот здесь, вот здесь, здесь. здесь, да? Ну, для того, чтобы как бы понять, надо бы взять более крупным планом картинку и расписать. Так и сделаем. Вот она, наша картинка. значит, вот штрихами это, напомню, это равновесное значение, равновесное значение концентрации неосновных носителей. Здесь концентрация электронов в области. Так. Это концентрация равновесная в в н-области. Так. Ну, а это равновесная концентрация опять же электронов в коллекторе. коллектора н-коллектора нулевое. Так. Ну, и здесь, соответственно, экспоненциальное распределение. Почему так? Здесь у нас электроны основные при прямом смещении эмиттерного перехода электроны диффундируют через барьер в область и по мере распространения постепенно рекомбинируют. То есть экспоненциально понижается концентрация. Здесь она высокая, соответствующая уровню инжекции. А какой это уровень? Давайте вот напишем, что у нас в этой точке. В этой точке значит концентрация здесь у нас нулевая отметка, здесь у нас V-базы, да? Значит концентрация соответственно здесь будет такая концентрация электронов в нуле обозначим, да? Ноль это начало отсчета от первого ОПЗ. будет равно ну как в диоде. Равновесное значение на экспоненту напряжение делить на УТ. А напряжение какое? Напряжение эмиттер-база делить на УТ. Вот концентрация здесь. так значит дальше дырки дырки дефундируют через базу в коллектор соответственно как мы только что выяснили примерно линейно у них распределение концентрации а в этой точке концентрация дырок будет какая? Опять же равновесная концентрация давайте я вот здесь напишу значит концентрация дырок в базе в нуле то бишь в этой точке это будет равновесная концентрация П базы 0 на опять же экспоненту Е в степени У эмиттер-база на УТ так значит соответственно это у нас вот это вот прямая это распределение дырок в базе в зависимости от расстояния от перехода кстати если вот здесь мы предполагаем неявно что рекомбинации дырок в базе нет то есть пренебреглием тогда получается строго линейное распределение но мы-то знаем что рекомбинация есть то есть коэффициент переноса через базу принципиально меньше единицы если учесть эту рекомбинацию то это прямая несколько из кривицы так сказать то есть будет тогда вот выглядеть как-то так ну тем не менее пока считаем что она линейная так легче рассуждать так значит а вот здесь вроде как в ноль уперлась концентрация ну на самом деле давайте посмотрим а 0 или нет строго говоря чему здесь равна концентрация в этой точке она равна значит п базы точки пб вот равна опять же вот равновесная концентрация на экспоненту е в степени минус у коллектор база на у т на у т у коллектор база это напряжение вот на этом переходе ну поскольку коллектор база отрицательное напряжение так поэтому здесь минус и обычно напряжение коллектор база многократно больше напряжение у т которое всего 26 мили вольт при комнатной температуре то есть почти всегда вот это вот экспонент близка к нулю то есть вот это примерно будет ноль примерно ноль но мы то знаем что вот так строго как в математике это не ноль кстати вот отсюда и видно что если устроить короткое замыкание то есть напряжение коллектора база сделать равным нулю то здесь будет единица и концентрация будет равна равновесной вот как раз перейдем в эту точку ну поскольку здесь не ноль нормальных условиях а довольно приличный минус то тогда здесь будет ноль так как выглядит концентрация вот так концентрация электронов этой стороны то есть она экспоненциально уменьшается от равновесной опять же почти до нуля или почти до нуля ну строго говоря опять же не ноль а что давайте я здесь напишу а здесь будет вот концентрация здесь это n электронная точки vb равна равновесная экспоненту ту же самую e в степени минус u коллектор база делить на ut ну такая же ситуация то есть примерно равно нулю примерно равно нулю но примерно строго говоря вот не ноль и опять же при нулевом значении будет равновесное значение значит величина и токов мы картинку эту подробно расписали значит так же как в отдельном пн-переходе величина и направление токов переходов будет определяться градиентом концентрации соответствующих соответствующих распределений то есть вот здесь например касательно то есть градиент концентрации это касательная к кривой так вот в этой точке у нас касательная выглядит таким вот образом значит это что у нас будет это как раз диффузионная длина дырок электронов в эмиттере вот мы ее обозначим эмиттерная диффузионная длина так вот этот угол некий наклона получается и эмиттера я его обозначу значит соответственно ток инжекционный ток электронов откуда они взялись это электроны диффузионные из базы в эмиттер при прямом смещении значит диффузионный ток эмиттера будет пропорционален тангенсу угла наклона касательно вот в этой самой точке а тангенс угла наклона вот отношение вот видно из этого диффузионного треугольника так сказать чему тангенс равен отношение диффузионной длины в эмиттере к концентрации электронов в этой точке ну аналогично для дырок будет пропорционально вот этому углу да тангенсу угла аналогично для при этом при этом то такое ток дырочный это тот самый транзитный ток да то есть ток переноса дырок из эмиттера через базу в коллектор значит он пропорционален тангенсу угла наклона вот этого распределения вот в этой самой точке значит здесь кстати в базе в отличие от эмиттера и коллектора которые у нас сильно толстые скажем так по сравнению с базой вот здесь у нас фигурирует диффузионная длина так же как и здесь здесь у нас будет диффузионная длина эль коллекторная да вот то в базе значит тангенсу как будем считать вместо диффузионной длины используем толщину базы ВВ то есть ток переноса будет пропорционален отношению толщины базы к концентрации инжектированных дырок значит направление токов будут определяться опять же направлением движения не основных носителей да то есть дырки у нас движутся слева направо они положительные то есть ток переноса положительный значит инжектированные в эмиттере электроны движутся справа налево но они отрицательные электроны по знаку поэтому ток тоже будет положительный то есть физическое движение встречное а токи будут совпадать по знаку то есть суммироваться здесь электроны инжектируются не инжектируются а втягиваются полем перехода из коллектора в базу то есть физически переходит справа налево значит ток течет слева направо вот со знаком плюс значит соответственно вот сама базовая идея определения токов как рассчитать токи транзистора вот так по так сказать распределению неосновных носителей заряда используя те же подходы что и в отдельном в отдельных переходах как осуществляется управление токами транзистора значит управление токами соответственно происходит через управление градиентами раз ток по величине пропорционально градиенту концентрации в соответствующей точке то стало быть надо управлять этим градиентом концентрации как управлять градиентом концентрации через изменение напряжения на переходе то есть диффузионные длинные геометрические размеры базы мы менять не можем вот но можем менять концентрацию то есть как менять тангенс углового наклона можем менять вот этот катет так то есть концентрацию дырок или электронов так Она изменяется путем изменения напряжения. Изменяем напряжение на переходе эмиттер-база, понижаем, например, потенциальный барьер, повышается концентрация, увеличивается угол, то есть увеличивается тангенс угла наклона, увеличивается ток переноса. Вот принцип управления токами в транзисторе. Значит, токи переноса, ток переноса, то есть ток коллектора, он проходит насквозь через весь транзистор. Значит, токи электронные, токи электронные, то есть это дырочный ток, это у нас сквозной ток, так сказать. Токи электронные, то есть ток инжекции электронов из базы в эмиттер и остаточный ток коллектора, то есть ток экстрагированный из коллектора в эмиттер, значит, они, это токи эмиттер-база или коллектор-база. Значит, соответственно, токи проводимости в транзисторе, это принципиально диффузионные токи. Так, значит, ну теперь давайте приступим к, собственно, цель-то у нас аналитически посчитать ток. Как токи транзистора зависят от напряжения на транзисторе, так, коли они этими напряжениями управляются. Нужно токи связать с напряжениями. Значит, это делается с помощью так называемых уравнений Эберсамола. Значит, сама идея Эберсамола в подходе к расчету токов состояла в следующем, что токи транзистора являются простой суперпозицией токов в нормальном режиме включения и в инверсном режиме включения. То есть мы берем, накладываем токи при нормальном включении на токи при инверсном включении и записываем общий ток как сумму этих токов. Ну, поскольку нормальный режим и инверсный режим одновременно ведь не реализуются, правильно, так сказать, они реализуются при смене знаков напряжения на переходах. То в каждый данный момент у нас эти уравнения будут отражать реальную картину. То есть либо это будут они справедливы для нормального режима, либо для инверсного. Но математически это будет выглядеть как суперпозиция этих токов. Это вот оказалось очень удобно и математически красиво. Значит, вот как это будет выглядеть. Сейчас нарисую картинку. Вот картинка, опять же, для, картинка токов, направлений для нормального режима. Значит, у нас, вот опять же, это распределение. Вот. Значит, токи, ток переноса течет насквозь, сквозь транзистор. Его обозначаем и эмиттера дырочной, да? Значит, со штрихом. Вот со штрихами токи будем, зачем штрих вводим? Штрих означает, это первоначальный ток, то есть ток только одного режима, собственный ток режима. Либо ток в нормальном режиме, либо ток в инверсном режиме. Токи суммарные будут без штрихов. Значит, вот он у нас. В этой точке это ток, дырочный ток эмиттера. При переходе через базу, значит, теряется часть, учитывая коэффициенты переноса. Значит, здесь у нас в коллекторе останется АТ на И эмиттера П. Из базы, из эмиттера в базу течет ток И, инжекционный ток И эмиттера Н штрих, мы его обозначим. Соответственно, из базы в коллектор течет ток И, коллектор, базоостаточный штрих. Похожая картинка для инверсного режима. То есть, она, в принципе, будет зеркально в отношении к первой. Так. Тем не менее, нарисуем ее. Так. Значит, у нас здесь на том же уровне. Здесь будет вот как-то так. Здесь вот так. Значит, только здесь у нас будет из коллектора живой эмиттер все потечет, да? Значит, распределение будет вот такое. Соответственно, здесь вот такое. Ну, а здесь вот так. Так. Соответственно, ток переноса у нас будет из коллектора в эмиттер. И это будет, значит, и коллектора дырочная штрих. То есть, собственный ток коллектора дырочная составляющая. Коэффициент переноса ровно тот же самый, поскольку база та же самая, да? В ней и потери ровно такие же. Вот. Ну и на выходе, значит, останется АТ умноженное на вот этот вот ИКП. 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 Их. Вот. Значит, здесь у нас будет ток. И. И. Коллектор-эмиттер остаточный. Штрих. Так. А здесь ток. Вот он сюда будет направлен. Инжекционный ток электронов из базы в коллектор. Так. Ну и если объединить эти картинки, то есть, идея в чем? Берем одну картинку, накладываем на другую. Так. Ну, будет несколько пестрая картинка. Но, тем не менее, давайте ее нарисуем, чтобы... Я нарисую только токи. Не буду писать эти распределения, а то будет слишком грязно. Так. Значит, токи. Остается ток. Вот он. И эмиттера П. И. Эмиттера П. Штрих. Так. Навстречу ему направлен ток. И коллектора П. Штрих. И коллектора П. Штрих. Направлен ток переноса инверсный. Так. Здесь он будет АТ на ИКП. Соответственно. Так. Вот этот ток инжекционный. Вот он. Направленный сюда. Так. Значит, ИН штрих. И эмиттера Н штрих. Так. Вот три составляющие тока эмиттера получились. Значит, здесь, соответственно, будет ток. Ой. Здесь, соответственно, будет ток. Вот этот. И коллектора Н штрих. И коллектора Н штрих. Так. А это здесь у нас ток АТ на эмиттера П штрих. П штрих. Так. Ну вот. Вот эти вот токи. Это будет составлять ток коллектора. Вот такая совместная картинка. Вот это идея подхода Эберсамола для... для расчета токов. Вот теперь давайте распишем токи. Токи эмиттера. Токи коллектора. Инверсные токи и нормальные токи. Так. Значит, И инверсные обозначаем. Так. Бе штриха. То есть, это суммарный инверсный ток. Суммарный из токов оригинальных, да? Которые со штрихами. Значит, он будет равен, соответственно, сумма АТ на И коллектора П так равен АТ на Г коллектора, то есть, эффективность коллектора и на собственно сам И коллектора. равно АТ на И коллектора. И коллектора. АЛЬФА-инверсные – это произведение произведения коэффициента переноса и эффективности коллектора. Что такое значит эффективность коллектора? Соответственно, по аналогии с эффективностью эмиттера, это отношение дырочной составляющей тока коллектора к всему току коллектора. Так. Чем больше дырочная составляющая в нем, тем больше ГК. АЛЬФА-инверсная – это инверсный коэффициент передачи тока. Значит, он равен произведению от ИНГК. Значит, вот из этого рисунка, там, где токи обозначены, получим следующее. Я вот здесь и напишу. Значит, токи эмиттера это будет эмиттера штрих минус с учетом направления тока АТ на И коллектора дырочная штрих. Так. И оно тоже дождественное равно И эмиттера штрих минус АТ Г коллектора на И коллектора штрих ЭТ равно равно И эмиттера штрих минус АТ инверсная на И коллектора штрих И коллектора штрих Вот собственно я перебозначил так И все это у нас получается равно И Эмиттера штрих минус И инверсная минус И инверсная Вот это ток эмиттера теперь ток коллектора ток коллектора ну можно сказать аналогично АТ и эмиттера дырочная штрих минус ток коллектора Так и равно получается значит альфа n альфа n это вот это произведение у нас да на И эмиттера штрих минус и коллектора штрих или ведь это у нас по определению ток переноса значит соответственно получается ток переноса i n минус и коллектора штрих так ну здесь учтено что при перепродализовании учтено что и эмиттера штрих это у нас из чего он состоит из дырочной составляющей плюс электронная составляющая вот и коллектора штрих ну аналогично это тоже дырочная составляющая плюс электронная составляющая и коллектора дырочная плюс и коллектора электронная и коллектора электронная штрих вот вот такие получили два уравнения два уравнения которые в принципе являются как бы некой структурой для уравнений Эберса Моллы значит аналогично так же как для ПН-перехода можно получить выражение для токов эмиттера через физические параметры переходов то есть через диффузионные длины площадь перехода и так далее ну давайте распишем значит и эмиттера трех будет равно площадь перехода это я беру формулы фактически для идеального ПН-перехода то что мы получали ранее значит на скобочку а здесь будет заряд электрона равновесная концентрация дырок в базе на диффузионную длину в базе и на ширину базы соответственно так плюс то же самое для электронной составляющей в эмиттере значит соответственно D эмиттера на диффузионную длину в эмиттере так и все это умноженное на кубочку Е в степени У эмиттера базы на УТ минус 1 то есть ну узнаваемая формула ток для вольтамперной характеристики перехода ток равен некая константа то есть ток какой-то умноженный на экспонент Е в степени У делить на УТ минус 1 значит упростим несколько обозначения значит получим такую штуку значит вот если умножить то это это же это же все размерность тока имеет у нас да вот это компоненты тока дырочные электронные ну вот их и распишем значит это будет у нас и эмиттер дырочные плюс и эмиттер электронные и все это умножено на кубку кубку теперь будем обозначать некой буквой В эмиттер базы так и равно а в скобке у нас суммарный ток это некий ток насыщения эмиттера получился опять же на В эмиттер база ну здесь видно что через В эмиттер база обозначена вот эта вот самая скобочка ее будем называть безразмерный потенциал безразмерный потенциал просто ну чтоб везде не таскать эту скобку удобно вот так потом будет еще удобнее когда будем представлять матричном виде так ну теперь то же самое для коллектора сделаем значит и коллектора штрих равно соответственно получается вот на Q базы 0 2 базы новые базы 2 1 2 2 2 4 5 5 ну похоже получилось выражение соответственно его похожим же образом и представим в итоге получается значит сумма вот этих компонент электронной и дырочной и коллектора SP плюс и коллектора SN все это умноженное на по аналогии безразмерные коэффициентные которые обозначены коллектор базы вот эта самая скобка так в скобках у нас получается некий ток насыщения коллектора ну вот на этот самый коэффициент так значит соответственно вот V безразмерный коэффициент безразмерный потенциал эмиттера это вот эта скобка безразмерный потенциал коллектора это вот вот эта скобка то есть она зависит от напряжения соответствующего значит что в этих формулах и эмиттер S это получается обратный ток эмиттерного перехода и коллектора S обратный ток коллекторного перехода ну с учетом вот всего вот этого в итоге можно записать следующее уравнение значит I эмиттера это будет равно I эмиттера S на V эмиттер база минус альфа инверсная на I ток коллектора насыщения на V коллектор база оно же получается отождественно равно I эмиттера насыщения на V эмиттер база минус ток инверсный и инверсный для тока коллектора получаем альфа иен на ток эмиттера насыщения V эмиттер база минус ток коллектора насыщения на V коллектора база коллектора база так и все это ток переноса прямого минус ток насыщения коллектора на V коллектор база V коллектор базы так вот получили такие два уравнения вот их вам вот эти уравнения как раз называются уравнения эберсамола для биполярного транзистора значит ну подчеркну что они получены из соображений идеальных ПН-переходов да то есть без учета генерации рекомбинации в ОПЗ без учета рекомбинации то есть предположение что очень тонкая база то есть без учета рекомбинации в базе вот ну с ограничениями зато красивые получились уравнения значит можно представить вот эту систему уравнений в матричном виде матричном виде то есть и эмиттера минус и коллектора альфа вверху вот такая матрица получается и эмиттера насыщения минус альфа n и эмиттера насыщения здесь минус альфа альфа инверс на и коллектор насыщения и коллектор насыщения все это умножено на столбец в эмиттер база в коллектор база о правда красиво значит вот система представления уравнений эберсамола в матричном виде ну перегруппировав там знаки можно получить ее же вот в таком представлении значит и эмиттера и коллектора равно и эмиттера насыщения альфа n альфа минус альфа верстная и минус кс все это умножено опять же на столбец безразмерными потенциалами то есть линейная система уравнений относительно безразмерных потенциалов получилась значит матрица то есть удобно оперировать да то есть мы уже с вами умеем там матрицу умножать транспонировать там и так далее да то есть можно применить стандартный математический аппарат оперировать там с этими с этими выражениями значит на видно что на главной диагонали матрицы у нас собственные токи собственные токи насыщения переходов на другой диагонали у нас токи переноса да нормальный и нормальный и инверсный токи переноса значит вот согласно теории линейных цепей имеет место соотношение взаимности соотношение взаимности то есть вот диагональные элементы матрицы у нас равны то есть альфа n на i эмиттера насыщения равно альфа i на i коллектора насыщения соотношение взаимности почему оно важно потому что вот здесь у нас вроде как 4 неизвестных системе уравнений но на самом деле с учетом их связи вот этой пары соотношений получается что неизвестных у нас всего 3 так ну и вот из соотношений из уравнения берсамола с учетом вот этого соотношения взаимности можно в итоге получить следующее уже практически 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 выражение для вольтамперной характеристики то есть ток коллектора будет альфа n на и эмиттера минус и коллектор база остаточная на в коллектор база где значит и коллектор база остаточная это как раз и кс на единица минус альфа альфа нормальная на альфа инверсная вот это остаточный ток коллектор базы тот который мы в прошлый раз рассматривали значит аналогично ток эмиттера будет альфа инверсная на ток коллектора плюс и эмиттер база остаточная на в эмиттер база здесь значит остаточный ток эмиттер база ток насыщения эмиттера умноженный опять же на единицу минус альфа н на альфа е он и отсюда видно что остаточные токи эмиттерного и коллекторного переходов, это токи, обратные токи переходов при холостом ходе на другом переходе, то есть, когда другой переход отключен фактически, ток перехода равен нулю. Вот, соответственно, уравнения Берсамола, вот они преобразованы, фактически, по сути, они представляют собой связь как раз токов эмиттера, токов коллектора с напряжениями на переходе эмиттерном и коллекторном, то есть, по сути дела, они описывают вольт-амперные характеристики, зависимость токов от напряжения, ну, что нам и требовалось. Значит, вот, исходя из этих соображений, схема, схема, так сказать, схему замещения так называемого ПН-перехода, то есть, ПН-п транзистора через, с учетом уравнения Берсамола, можно представить следующим образом. Ну, вот, вот так. То есть, будем использовать некие генераторы тока. Вот у нас тут средняя точка. Базу обозначает, и вот так. Здесь у нас у эмиттера базы, у эмиттера базы, это у нас ток эмиттера. И инверсная. Альфа и инверсная. КС на ВКБ. 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 Значит, вот, ввели нити генератор инверсного составляющей тока. Значит, по идее модели Эверсамола, значит, ток эмиттера, это есть суперпозиция, табишное вложение тока, тока переноса эмиттера оригинального и инверсного тока переноса. Ну, инверсный ток переноса представлен неким генератором тока, равным соответствующему значению. Аналогично в коллекторном переходе. Значит, здесь у нас будет генератор тока переноса, который у нас равен, значит, альфа-Н на И эмиттера насыщения, ну, и, соответственно, ВИ эмиттера базы. Так? А это у нас собственный ток коллектора, то есть, вот он, ток коллектора. И коллектора насыщения на ВИЭ, коллектор базы. То есть, опять же, ток коллектора, это и сумма тока переноса, вот он представлен генератором, а это собственный ток коллектора. Вот такая схема замещения. Так, теперь давайте посмотрим, а каким... Вот, собственно, мы подошли к тому, что практически можем нарисовать, то есть, исходя из этих выражений, вычислить и кривые зависимости токов от напряжения, то есть, вольтамперные характеристики, как входные, так и выходные. Значит, давайте вот еще посмотрим, каким образом у нас зависят коэффициенты альфа-Н и бета-Н от напряжения на эмиттерном переходе. Зависит ли они, вот если нарисовать экспериментальные зависимости, нет, да, зависимости альфа-Н от напряжения на эмиттерном переходе, то будет она выглядеть примерно следующим образом, то есть, если здесь вот у нас единица, вот, здесь примерно 0,7, вот, то выглядит там примерно так, да, тут надо обозначить некие тоже деления, 0,4, посмотрим вблизи напряжения и открывания диоды, значит, напряжение в вольтах, коэффициент передачи тока единицы, да, то есть, будет выглядеть примерно следующим образом, пик будет в районе 0,7-0,6 вольт, то есть, как-то вот так, вот, 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 вот так, а потом снижаться будет. Так, если нарисовать похожую картинку для ПЭТА, ПЭТА, то она будет выглядеть несколько более резко, ну, те же, я имею ввиду, пропорции, да, то есть, те же напряжения, я их не буду тут расписывать, то будет как-то так она. Только здесь уже, конечно, не единица, а какое-то, какое-то значение БТН, ну, 100, например. Так, уже у каждого транзистора свое, но вот здесь максимально, вот оно, то есть, максимум достигается примерно при значении 0,6-0,7 вольта. Почему выглядит именно так, и почему оно меняется от напряжения эмиттер-база? Вот при малых напряжениях эмиттер-база сказывается влияние рекомбинации в области базы, которую мы, в принципе, там раньше не учитывали, но оно есть. То есть, при малых напряжениях много дырок рекомбинируют в области базы, то есть, соответственно, снижается коэффициент переноса, и получается низкий коэффициент передачи, низкий коэффициент передачи тока. При увеличении напряжения коэффициент переноса увеличивается, увеличивается, и в некий момент достигает значение близкого к единице, достигая максимума. Дальше происходит опять некое плавное снижение. Почему оно происходит? Потому что в области базы также присутствует некое поле, которое с ускорением, с ускорением, то есть, придает некое ускорение движению дырок, то есть, дырки не только дефундируют, но и движутся, дрифуют под действием этого поля, и чем больше это поле, тем быстрее движутся дырки, соответственно, меньше рекомбинируют. Но для компенсации, для компенсации дисбаланса заряда в базе, в базу течет электронный ток, который начинает, соответственно, то есть, повышает там количество электронов, и сильнее начинается рекомбинация, то есть, опять же, начинается снижение коэффициента переноса, ну, и падение, соответственно, коэффициента, итогового коэффициента передачи тока. Эта картинка, есть фактически, математические преобразования этой картинки, поскольку мы помним, что альфа-Н и бета-Н связаны между собой жестко, да? То есть, что такое бета-Н? Это альфа-Н на единице минус альфа-Н. Вот. Значит, поскольку вокруг единицы идет сравнение, да? То есть, при приближении к единице у нас получается резкий максимум, ну, а на краях вот. То есть, поскольку в знаменателе стоит разность, и величина альфа-Н близка к единице, вокруг нее происходит изменение, то здесь получается достаточно резкая кривая. Физика-то работа ровно та же самая. Ну вот, это зависимость коэффициентов передачи тока в схеме с общей базой и передачи коэффициента тока в схеме с общим эмиттером. Значит, подошли вплотную к тому, чтобы вывести уже строго входные и выходные вольт-амперные характеристики, чем, собственно, и займемся на следующей лекции. А на сегодня все. Спасибо. До свидания. Всех с наступающим праздником Днем Народного Единства. Днем Народного Единства. Днем Народного Единства. Продолжение следует...